Всем привет! Сегодня мы возьмем обычный болт и превратим его в нечто по-настоящему революционное. Антенну, способную ловить ТВ-сигнал. Посмотрите, что у нас здесь есть. Болт, магниты, шайбы, металлические проставки и обычная гайка. Многие скажут, что это за набор бытовых мелочей, но именно в них кроется потенциал для инноваций. Готовы? Поехали! Первый шаг. Устанавливаем нашу шайбу на болт. Это основа, без которой ничего не получится. Каждый венчик, каждая шайба имеет значение, ведь если она соскользнет, вся система развалится. А сейчас я ставлю с двух сторон на шайбу по квадратному магниту. Наши магниты это не просто декоративный элемент, они создают необходимое магнитное поле, которое, как мы знаем, может сыграть решающую роль в усилении сигнала. Дальше поджимаем магниты нашей шайбой. А далее сверху шайбы с тех же сторон устанавливаются две металлических проставки. Наши проставки от опора всей конструкции. Прижимаю проставки шайбой. Важно, чтобы все элементы были на месте и надежно зафиксированы. В нашем DIY-проекте каждый миллиметр имеет значение. Следующий шаг. Беру еще один магнит и ставлю его на шайбу, но уже сверху и с противоположной стороны, образуя некий крест с нижними магнитами. Эта магнитная компоновка придаст конструкции дополнительную симметрию и, по слухам, улучшит прием сигнала. Наш эксперимент становится все более загадочным. Теперь переходим к работе с коаксиальным кабелем. Беру нужный нам кабель и снимаю 10 сантиметров внешней изоляции. Помните, друзья, здесь важна каждая деталь. От размера отрезка до ровности от снятой изоляции. Наш метод базируется на точности и каждый сантиметр говорит о нашей инженерной смелости. Далее я аккуратно скручиваю оплетку, превращая ее в один провод. Это позволяет нам сосредоточить сигнал в центральном проводнике. Некоторые могут сказать, но это просто обматывание. Но именно в этом и кроется секрет. Порядок, концентрация и наши усилия. Теперь снимаю центральную изоляцию на 6 сантиметров проводника. Здесь все как в хирургии. Если срезать слишком много или недостаточно, весь эксперимент может потерпеть фиаско. Наши расчеты подсказывают, 6 сантиметров идеальная длина для надежного контакта. Пишите, если у вас есть другие идеи. Теперь переходим к ключевому моменту. Крепим наш центральный проводник на магните. В этом магните есть маленькое отверстие, куда мы вставляем провод. И как говорится, каждая мелочь имеет значение. Считайте, что это словно установка микрочипа в сердце нашей конструкции. Закручиваю провод так, чтобы он был надежно зафиксирован. Здесь даже 1 мм может изменить всю динамику сигнала, так что точность обязательно. Теперь я немного облагораживаю эту часть. Аккуратно выравниваю и придаю контакту эстетичный вид. Некоторые могли бы сказать, что это излишне. Но ведь наши методы строятся на том, чтобы каждая деталь выглядела как произведение инженерного искусства. Вот так, друзья, даже магниты могут стать элементом дизайна, если подойдут к делу с душой. Далее устанавливаю наш магнит вместе с коаксиальным кабелем на место. Важно, чтобы магниты точно совпадали с контактами. Это как будто соединение двух миров. Наш кабель и магнит работают в идеальной гармонии, создавая прочный фундамент для сигнала. Сейчас я накрываю два магнита шайбой. Это не просто фиксация, это настоящий щит, который поможет защитить наши контакты от внешних помех. Шайба здесь как броня. Без нее наш проект не был бы столь надежным. Далее поверх шайбы я ставлю металлические проставки. Эти проставки играют роль опорных элементов. Они обеспечивают равномерное распределение давления и помогают стабилизировать магнитное поле. Наши детали должны быть идеально сбалансированы, чтобы конструкция держалась как часы. Теперь аккуратно накрываю проставки еще одной шайбой. Это дополнительное укрепление, которое гарантирует, что ни один контакт не ослабнет. Следующий шаг фиксирую всю конструкцию с помощью гайки. Здесь мы подтягиваем все элементы на болте, чтобы обеспечить максимальную стабильность. Представьте, что мы соединяем две половинки одной великой идеи. И каждая деталь должна быть на своем месте. И наконец выравниваю все компоненты так, чтобы магниты и проставки стояли идеально. Это критически важно для формирования равномерного магнитного поля, которое станет основой для усиления сигнала. Если все сделано правильно, наша конструкция будет работать как единый механизм, готовя ловить даже самые слабые волны. И вот, друзья, наш этап завершен. Теперь каждая деталь здесь играет свою роль. А наша антенна из болта и магнитов готова к следующему шагу. Теперь переходим к следующему, очень важному этапу. Фиксация оплетки кабеля с помощью гайки. Здесь мы откручиваем нашу гайку чуть-чуть, чтобы создать пространство для того, чтобы оплетка могла аккуратно войти под нее. Смотрите, как я аккуратно завожу оплетку под гайку. Ведь наша оплетка выполняет функцию экранирования. Защищает центральный проводник от внешних помек. Если б кто-то подумал, что это не важно, пусть сначала попробует собрать антенну безнадежной фиксации. Потом объясните, почему сигнал теряется. Итак, фиксируем оплетку, проверяем, что все элементы стоят на своих местах, и мы готовы к следующему этапу. Помните, маленькие детали делают наш проект великим. Наш подход к фиксации – это сочетание инженерной точности и, как всегда, нашего чувства юмора. Ведь если все сделано правильно, то и наш сигнал будет ловить четко и стабильно. А если нет, мы будем шутить в комментариях, что наш антенный проект просто взорвал законы физики. Теперь, друзья, переходим к важнейшему завершающему этапу – установка коннектора на обратный конец нашего коаксиального кабеля. Здесь каждый миллиметр имеет значение, ведь от надежного контакта зависит, насколько чисто и стабильно пройдет сигнал. Мы не можем позволить себе случайности. Наша конструкция требует точности, как часы, работающие по принципу «наш метод». Я беру наш подготовленный кусок кабеля и внимательно снимаю остатки изоляции, чтобы убедиться, что центральная жила полностью обнажена. Ведь, как говорил один из наших знатоков, если контакт не идеален, сигнал теряется, и тогда все наши усилия окажутся напрасными. Именно поэтому я уделяю этому этапу особое внимание. Затем аккуратно надеваю коннектор на кабель, проверяя, чтобы он плотно прилегал и не допускался даже малейшего смещения. Наш коннектор – это как финальный штрих в произведении искусства. Без него конструкция не может считаться завершенной. Я убеждаю, что контакт надежен, и каждый винтик и защелка работают в унисон, словно в симфонии инженерной мысли. И теперь, когда коннектор надежно закреплен, наша антенна почти готова к финальному тестированию. И для финального тестирования мы будем пользоваться TV-тюнером, чтобы вы мне потом не сказали, что изображение идет с интернета. Подключаем TV-тюнер в сеть. Подключаем HDMI от нашего монитора. И подключаем нашу антенну. И молимся, чтобы все заработало. И смотрите, на экране появляются каналы. Это не магия, а результат наших инженерных усилий. Каждый винтик, каждый магнит сыграл свою роль в создании этой конструкции, которая доказала, даже самый обычный болт может стать основой для инновационного решения. Мы сделали невозможное. Превратили бытовой предмет в устройство, способное ловить сигнал. И это настоящий вызов традиционным методам. Если вам понравился этот эксперимент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете о нашей антенне и какие идеи у вас еще есть. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...